Здравствуйте! Это Олеся Бессонова-Стыскина и программа «Кейс с коммуникацией». Сегодня мы поговорим о таком интересном направлении в пиар, как пиар-звезд. И в гостях у меня Петро Шикшеев, основатель и руководитель агентства с говорящим названием «Больше, чем агентство». Петро, здравствуй! Приветствую! В нашей стране как-то принято заниматься бизнес-пиаром, немножко пиар-политики, да? Ну вот о пиаре-звезд как-то все говорят, но непонятно, где ему учиться, непонятно, как в него приходишь и вообще, что это за зверь такой. Вот как ты оказался в пиаре-звезд? У меня как раз противоположное ощущение. Мне кажется, что все как раз только и говорят про пиаре-звезд. Если пиаром говорят как ругательным словом, то чаще всего «А, вот, распиарили», «Ой, недопиарили», «Ой». Всем кажется, это как в футболе, что все знают все про то, как пиарить звезд. И под пиаром подразумевается «вешать лапшу» или «проталкивать кого-то». На самом деле пиар, селебрити, пиар талантов, мне кажется, больше этим словом пользоваться, это маленькая индустрия, она гораздо, конечно, меньше, чем корпоративный пиар. Но и рыночек меньше, но с другой стороны, там все друг друга знают. Туда очень многие легко приходят, очень много же восторженных студенток пиар-факультетов, странных вузов, которые по-хорошему никакого отношения к коммуникациям не имеют. Но они выпускают горстки вот этих девочек, которые, первым делом, с горящими глазами, куда идут? Туда, где интереснее. Не там, где нужно высиживать долгие в офисе, расти по карьернице, а кажется, что все просто. Пришло, пришли, свою звезду нашли, вводи ее по мероприятиям, договаривайся о фотосессии, все элементарно. На самом деле, да, приходят туда легко, а вот задерживаются очень немногие. Здесь очень субъективный бизнес, который можно учитывать не только тому, чему учат в институтах, не только коммуникации, но это еще очень связано и с психологией, с отношением, и с выстраиваемой отношением. Поэтому такой, своеобразная такая маленькая отрасль внутренней индустрии пиар. Ну вот как ты дошел до того, что ты решил открыть свое селебрити пиар-агентство или агентство пиара талантов? Я много лет работаю с артистами. Начинал с того, что я обродом из телевизионного бизнеса, много лет занимался продакшеном, стоял в стоков MTV, снимал свои сериалы. И кризису 2008 года наелся этим вот так. А кризис мы, как и многие продакшен-компании, пережили сложно. И какое-то время мне понял, что больше этим заниматься не хочу. Началась тотальная зависимость производителей от каналов. Большинство каналов стали делать свои домашние продакшен, и маленьким независимым студиям стало сложно. И долго сказал, чем бы хочу заниматься. И как-то так получилось, что много лет я в силу своей работы дружил со многими артистами. И из этой дружбы как-то сначала возникла идея, там, помоги, посоветуй, а потом возникло и агентство. То, чем наше агентство отличается от большинства на рынке, тем, что мы не зациклены только на пиаре. Да, один из моих вопросов, почему больше, чем агентство. Нейминг выбран неспроста, потому что мы действительно занимаемся... Вот я люблю рассказать, что мы занимаемся заботой о звездах. Если для кого-то мы пиарщики, как для Кати Климовой, олимпийских чемпионов Волосозара Транькова, Алиса Гребета, Андрея Чадова. Для кого-то мы в первую очередь менеджеры, я директор Ирины Безруковой, Алисы Гребенчайковой. Для кого-то мы все, то есть работа 360 градусов, как для исторической Насты Задорожной, как для Тутты Ларс, как для Юлии Барановской. Поэтому мы можем... Наши кредо, чтобы артисты могли заниматься только своей непосредственной деятельностью, а всю остальную заботу об их тайминге, договорах, публикациях, отношениях с каналами, рекламной стратегии, имиджевой, девочкам-плачешке, кто их накрасит на выход, куда им пойти, а куда не надо сходить. Это все наше. Сколько у тебя сейчас работает людей в команде? Принятка 20 человек. Мы заточены под артистов, мы от каждого артиста собираем свою команду. Когда-то это один человек, один пиарщик, когда-то это несколько человек. И в зависимости от количества подопечных на данный момент и сложности задач, которые сейчас стоят, мы увеличиваем и уменьшаем штат. Но, в принципе, мы небольшое агентство. 20 человек. Достаточно. В этом бизнесе невозможно расти вширь. Потому что если ты занимаешься больше, чем 15 артистами, ты не можешь уделить каждому достаточное количество внимания. Начинается история ревности, начинается история невнимания. Поэтому есть некий предел, куда мы можем расти, есть некий предел, какое количество подопечных мы можем одновременно вести. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя звезды из разных областей, по сути. То есть у тебя есть спортсмены, как мы уже поняли, у тебя есть актрисы, у тебя есть дети, у тебя есть даже стилисты. Телеведущие, стилисты, психологи. Да, психологи. Есть ли какие-то особенности пиара именно исходя из того, чем занимается твоя звезда? Или вот человек-звезда, и уже вот как бы из этого все и работает? Смотри, под каждого артиста мы строим... Я пользуюсь словом «артист». Неважно, это фигурист или же это телеведущий. Для меня есть слово «артист». Во всех своих письмах я пишу «артисту» с большой буквы «А». Это вот как-то так изначально появилось. Мы их все называем подопечными, но в целом, когда говорим о ком-то, мы артист. Под каждого артиста мы строим свою стратегию. Свою стратегию того, к чему мы должны прийти за год. В начале разговора, общаясь с каждым артистом, который хочет стать подопечным нашего агентства, я задаю вопрос. Давай представим себе, что в мире все идеально, что все получается так, как задумали. К чему мы хотим прийти через год? Какие цели мы хотим достичь через год, если у нас, давай поверим, что все получится? И когда мы намечаем эту цель и понимаем эту цель, не все артисты хорошо умеют представить себе вот эту цель. Мы стараемся не работать с теми, кто говорит, ну, я просто хочу быть в ящике. Но это неинтересная цель, для этого есть более простые и более дешевые агентства, чем наши. Когда мы понимаем эту цель, я и придумываю эту стратегию, как, какими путями, через какими средствами, какими публикациями, какими мероприятиями, какими способами мы придем к этой цели. Поэтому здесь каждый раз, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, все равно это в некотором образе выстраивание бренда. Только персонального бренда, и мы должны сосредоточиться над тем, чтобы хорошо и правильно этот бренд, а, выстроить в сознании сначала СМИ, а потом уже читателей, зрителей, потом уже его всячески-всячески развивать. Как ты пиарно заметил в начале программы о том, что люди говорят там, что бы ни произошло, пиарят, да? То есть как бы... Пиар, ругательное слово. Да, зачастую это говорится о каких-то ужасных выходках или ужасных новостях. Есть ли в твоей, в твоей концепции, в твоем подходе такие вещи, к которым ты никогда не будешь прибегать, работая со своей звездой? Есть ли какие-то информационные поводы, которые создаются? Смотри, мы точно никогда ничего не выдумываем. То есть мы не придумываем инфоповоды, мы не сочиняем легенды за звезд. Вот когда я только начинал этим заниматься, интересоваться, там на рынке царили агентства, которые придумывали инфоповоды. Вот мы сейчас вам придумаем инфоповоды. Вот совершенно не наша история. Плюс мы точно не занимаемся фрик-пиаром. То есть мы не раздеваем балерину Волочкову или телеведущую Данну Борисову ради того, чтобы мы нашли в интернете их голые фотки. Есть другие способы показать, что артистка красивая фигура, чем играть в легенду про хакеров, которые украли фотографии. Мы стараемся быть true и всегда идти от артиста. Вот невозможно придумать за публичного человека, а, как правило, любой артист – это личность, его невозможно придумать. Как правило, к нам приходят в таком возрасте, в таком статусе, что все уже люди состоявшиеся. И его перепридумать, его придумать что-то за него, чем он не является, невозможно. Потому что даже если ты это придумаешь, потом это так или иначе выползать наружу. Смотри, ну получается, что ты своим подопечным даешь какие-то советы, какие-то рекомендации, помогаешь им в чем-то, да? Но, как известно, звезды, они характерные, зачастую эмоциональные, зачастую самодурые. Я не знаю, какие звезды у тебя, но как бы… Хорошие. Отлично. Они прислушиваются, слушаются тебя, или все-таки это эмоционально затратная работа, зачастую убедить звезду, ну вот, как-то поступать так или не? Это, безусловно, эмоционально затратная работа, но затраты в первую очередь не на убеждение. Смотри, пиар – это же паблик релэйшнс. А мне кажется, слово релэйшнс, отношение, оно является ключевым. Как вовне, когда ты выстраиваешь отношения со СМИ по каждому своему артисту, так и внутри, когда ты выстраиваешь отношения с артистом. Поэтому мы не беремся за артиста до сих пор, пока мы не выстроили сначала с ним отношения. Это самое главное – внутри выстроить отношения. Если ты выстроил, если вы договорились о принципах работы, договорились, где от тебя он доверяет полностью, а где ты ты вылушиваешься его, здесь тогда и легче в дальнейшем работать. Есть истории, если уже отталкиваться с такой историей, что ты выстраиваешь именно отношения, что это не просто какие-то коммерческие вещи для тебя. Есть истории такие, когда ты отказывал в поддержке больше, чем агентство или не хотел бороться за того или иного человека? Мы чаще отказываем, чем беремся, потому что мне очень важно, очень нужно верить, что мы можем быть полезны, и к те цели, которые артист наметил, мы не в состоянии сделать. И поэтому, если я честно понимаю, что с этой задачей мы не справимся, мы лучше скажем, что мы не возьмем, чем растить вот это недовольство. Поговорю тогда с тобой о другой немножко стороне. 20 человек в твоей команде, каждый работает со своей звездой. Набрать 20 человек в команду – это достаточно сложная задача, потому что, казалось бы, коммуникаторов на рынке много, а вот каких-то вот тот, чтобы совпал с тобой по химии, по ценностям, еще почему-то… Не со мной, перебью. Более того, с артистом, гораздо важнее, да. Как ты находишь, где ты находишь, что для тебя, какие ключевые маркеры есть того, как ты их находишь? Индивидуальные. Вот смотри, вот сейчас ты задала вопрос про ключевые маркеры, и я сразу, опс, какие же ключевые маркеры, какие же ключевые маркеры, и, наверное, нету однозначного ответа. Наверное, не знаю, есть ли какие-то ключевые маркеры. Да, горящие глаза, да, неравнодушие, да, опыт работы в персональном пиаре, он необходим. Потому что если те, кто работает напрямую с артистами, мы не говорим про СММ-менеджеров, координаторов и прочее. А если мы говорим про непосредственно тех, кто работает с артистами, конечно, опыт в персональном пиаре необходим, потому что нужно уметь знать, что такое психология публичного человека. К сожалению, мы как саперы, мы не можем ошибаться. Мы не можем... На нас репутация этого артиста и на наше отношение с этим артистом, поэтому мы стараемся очень тщательно подбирать менеджеров каждому артиста. Мне кажется, да, что у меня есть некая такая способность правильно выстраивать команды. У тебя же глаз намет, это столько в телевидении, столько среди звезд. Ты наверняка можешь понять, человек подойдет в эту профессию или не подойдет. Не всегда это понимается. Кажется, да. Кажется, ты беседуешь на собеседовании с человеком, вроде, кажется, понимаешь. Бывает, что и ошибаешься. Ну, значит, ошибки исправляют ошибки. Но единая система маркеров, вот мне сложно ответить на вопрос, наверное, нет. Петь, я очень бы хотела с тобой поговорить о тех кейсах, которыми ты гордишься за детей несколько лет, что существует больше, чем агентство. А пока мы прервемся на несколько минут, и потом вернемся в студию и продолжим наш разговор. Мы возвращаемся в нашу студию. В гостях у меня Петро Шикшеев, основатель больше, чем агентства, который занимается пиаром и менеджментом звезд, селебрити, талантов. Петь, мы закончили с тобой на моменте тех кейсов, которыми ты гордишься за те несколько лет, которые существуют больше, чем агентство. Мне всегда сложно говорить слово «кейс» применительно к нашим подопечным, потому что это все живые люди. В нем, смотрите, классический пиар-кейс, проходят эстации ТЗ, брифов, задумки, реализации. Здесь все гораздо живее. Я никого из них не задумывал. Ну как можно задумать олимпийских чемпионов? Нет, их придумать невозможно. Это уникальные люди, гордость страны, которых не придумывают, они такие, какие они есть. Скорее, я им помогаю наладить их внешние коммуникации, потому что, как любому профессиональному спортсмену, они большую часть жизни посвящают спорту. Оставшуюся часть жизни они хотят посвящать себе и своей личной жизни. И тут и вкраиваюсь я, и пытаюсь выцеганить по полдня в месяц у их тренера и у них самих, когда им хочется не заниматься никаким пиаром. Им хочется лежать на диване и играть с своей собакой. Нам еще нужно поговорить о другой истории, которые меня впечатляют. Это твоя работа с Тута Ларсом. Тута это действительно особенный, особенный подопечный это больше, чем агентство, потому что мы с ней знакомы уже 20 с лишним лет, потому что еще вместе начинали MTV в этой стране. Потом как-то пути разошлись, и два года назад мы случайно встретились на съемках девчат, я пришел к другой своей подопечной, и тут сама сказала, Петька, хочу с тобой снова поработать, мне нужен продюсер. Моя реакция была, что? Ты Тута Ларсен, нафига тебе продюсер? Я говорю, Петька, мне кажется, что нам нужно, есть о чем поговорить. Мы встретили и поговорили, действительно поняли, что мы нужны друг другу, потому что очень полезно, очень понятно, чем нужно было делать, потому что давно пора было сделать некий профессиональный термин, пользуясь ребрендингом. Потому что все помнили, что Тута Ларсен, интеллигент, MTV, но чем она занималась в последние годы, никто не знает. А последние годы она занималась тем, что воспитывала чудесных детей и вела очень хорошие программы на родительских каналах, на родительскую тематику. И мы поняли, что это то, чем можно, стоит заниматься, и это огромный-огромный а, рынок, б, поляна для реализации. Так получилось, что Тута ТВ, ее субъективный теней, который мы запретили с ней год назад, оно родилось из неудачи. Началось все с того, что закрылся канал «Мать и дитя», где она была бессменной ведущей основного ток-шоу «От нуля до пяти», рассказывающего как раз про первые уже годы жизни малыша. И Тута сидела очень горевало, что канал закрылся, вот ее любимая тема, о которой она занималась, «Госстанта одножная». Я пришел к ним и слушаю. «Давайте сделаем собственное телевидение». «Как?» «Как оказалось это?» Я говорю, «Как элементарно». «Сначала в интернете, а потом вырастем». Так мы и решили делать свое собственное телевидение. Получается? У Тута ТВ действительно такой, мы правильный тоже нейминг, субъективное телевидение. Мы стараемся делать его действительно о том, что интересна аудитория Туты. Потому что за 25 лет в телевидении у Туты выросла своя собственная аудитория. Те, кто когда-то интересовался и смотрел за нее, потому что она обрала интервью в «Рекхот Чили Пепперс». Вы подросли, стали родителями. В общем, они прошли, стали родителями. И у них появились другие совсем запросы, но при этом осталось все тоже доверие к ней лично. И тут еще одна счастливая случайность. Тут я в процессе задумывания, подготовки ТТВ забеременела своим третьим ребенком. И мы решили, что это идеальный способ, чтобы сосредоточиться сначала на первой теме и начали делать программу «Какие наши роды?» про беременность, роды и первые месяцы жизни малыша. А, как оказалось, тема фантастически востребованная, потому что своих первых рекламодателей, своих первых инфопартнеров, свою первую поддержку мы получили еще до того, как первый выпуск вышел в эфир. Мы для запуска использовали модную, но сложную модель краудфандинга. Оказалось, что собирать деньги на бизнес-проект с помощью краудфандинга очень-очень непросто в этой стране. В этой стране с удовольствием жертвуют на собачек, на детишек, на больных, на прочих несчастных людей, но не совсем не хотят жертвовать на бизнес-проекты. И на жизнеутверждающие какие-то цены. Да. Поэтому, то есть, очень по-другому нужно было строить краудфандинговую модель, но мы все-таки собрали свой первый пол денег и запустили эту передачу. И вот сейчас тут ТТВ, если судить с момента задумки, как раз год, если судить с момента первого выпуска, чуть меньше года, но мы уже достаточно крепко стоим на руках. Это бизнес, растущий бизнес. У нас есть несколько больших рекламных партнеров, есть несколько очень серьезных инфопартнеров. И спасибо им большое. Мы растем. Слушай, ну вот я тебя слушаю, понимаю, что тебе приходится погружаться в какие-то такие темы, там, беременности, роды. Плюс вторая история, которая меня восхищает, ну, в твоей работе, это то, что ты умеешь работать со звездами в кризисных состояниях. У тебя есть звезды, которые проходили историю развода, это Юля Барановская, это Ирина Безрукова, да? Соответственно, это звезды, которым максимально приковано негативное внимание, какие-то ужасные... Почему негативные? Ну, я знаешь... Наоборот, мне кажется, это исключительно половод, что Ира, что Юля, это образцы как раз женщин, которые на себя фантастическим образом аккумулируют позитивное внимание. Я вот немножко про такие каналы, как, например, НТВ, которые в каждой вот жизненной трагедии хочет наковырять вот что-то вот такого ужасного, а в это время женщины переживают какую-то ужасную внутреннюю трагедию, и вот ты погружаешься в эти разные состояния. Вот как тебе удается в этот момент вот просто быть рядом, выстраивать какую-то стратегию работать со звездой? Ведь достаточно сложный в основном период. Представляешь, как меня ненавидят НТВ, второй канал, РЕН-ТВ и другие, от которых я ограждаю. Да, в какой-то момент ты должен, если в жизни твоего подопечного случилось громкое событие со знаком минус, и к нему приковано вообще внимание, первое, что ты должен делать, ты оградить его от этого внимания. И всем хочется комментариев по горячим следам, всем хочется прямо сейчас узнать, что происходит, всем хочется сразу. Никогда не надо с этим спешить. Никогда не нужно с этим спешить. На эмоциях можно сказать много лишнего. На эмоциях можно сказать много неправильного и сделать много неправильного. Поэтому первым делом, что в такие моменты мы делаем, это ограждаем от внимания. Извините, коллеги, в этот момент вы меня не любите, но это моя работа, у вас своя работа. Давайте уважать друг друга. Поэтому мне повезло работать с фантастическими женщинами, потому что и Юля, и Ира, они в этом отношении фантастические. А пройдя через личную трагедию, они стали образцами для подражания и ориентиров, и жизнеутверждающих ориентиров, для сотен, если сотен тысяч, если не миллионов, женщин в этой стране, которые переживали подобную ситуацию. Они своего рода стали ролевыми моделями. и это в данный момент они перестают быть только носителями своей профессии. То есть Ира больше, чем Ирина Безрукова, больше, чем актриса, Юлия Барановская, больше телеведущие. Они те люди, к которым тянутся и за советами идут сотни тысяч женщин. И не всегда за советами, а хотя бы за путеводной звездой. Если у них получилось, значит, и я смогу пережить. Да. Поэтому это счастье и удовольствие работать с такими людьми и гордость, что ты смог им в какой-то момент помочь. И радость, когда ты наблюдаешь тот путь, который вы проделали вместе. Скажи мне, пожалуйста, твое агентство занимается управлением репутацией в социальных сетях? Потому что, говоря о каких-то таких важных историях, жизненных историях, понятно, что к твоим звездам приковано внимание в социальных сетях, и оно не всегда однозначно. Контролируешь ли ты эту историю как-то и помогаешь ли в ней развиваться? Или у тебя такие прям самодостаточные звезды, которые прекрасно управляют своей репутацией в сетях самостоятельно? Сейчас 2016 год натворяет, и Инстаграм является своего рода мини-СМИ, персональным СМИ для каждого из артистов. Вот то, что мы объясняем, это то, что действительно это ваше персональное СМИ, это ваше персональное окно, точнее, для вашей аудитории, для ваших поклонников и журналистов в том числе, в вашу жизнь. Поэтому будьте к нему внимательны. Каждый выстраивает свои образы в соцсетях. Мы предупреждаем, что нужно быть ответственнее. Но в данном случае, поскольку это персональные СМИ, и каждый артист является его главным редактором, он сам решает, что ему там публиковать. Ну, например, Настя даже считает, что она в своих соцсетях должна быть смешной и забавной. Но она такая и есть. Да, она такая и есть, абсолютно. Юлия Барановская, противовес, она использует Инстаграм уникальному способу. Потому что, если ты посмотришь ее Инстаграм, то там не так много публикаций. Но под каждой картинкой находится длиннющий и очень серьезный пост. Она уникальная жизнь в том, что она использует Инстаграм, вроде бы, картиночную, картиночную соцсеть, для послания глубокосмысловых, серьезных мессенджей. Ирина Безрукова, наверное, наш самый активный пользователь в соцсетях, потому что Я на нее подписываю, я ее обожаю. Ее там много. Она в какой-то момент решила, что после многих лет брака с Сергеем, когда она была достаточно сокрытой образ жизни, посвящая свою жизнь только одному человеку, находилась в втором плане, сейчас она начинает новую жизнь. И этой жизнью она готова делиться со всеми окружающими. Как правило, это 99% касается ее рабочей жизни, ее съемок, ее интервью, ее поездок, ее ролей. Но в этом отношении она протоколирует очень много семей. Тут-то дает очень много мамских советов и делится, часто задает вопросы своим читателям. Совершенно по-разному все ведут. Даже, смотрите, вот пару тройников «Волосожар», у Танис Максон очень разные инстаграмы по-разному ведущим. Это каждый раз отдельная история, каждый сам решает, что ему вести. Мы помогаем, но мы не вмешиваемся. То есть ты создаешь возможности, но ограничений каких-то не выстраиваешь? Как я говорил, это уже состоявшиеся артисты. Мы не вправе ставить ограничения. Мы даем им советы. Мы можем сказать, что что-то вот так не стоит. Но никогда это не может... Это точно не является словом ограничения. Скажи мне, пожалуйста, вот твои звезды вбивают свои имена в поисковиках, в Яндекс, в Гугле, или у вас есть какой-то внутренний запрет на эту историю? Потому что я знаю, что очень многие, приходя только в профессию, этим балуются, потом страдают, лежат звездой, плачут. И вот, ну... Правильное слово. Страдают. К сожалению, этой болезнью страдают очень многие. Мы всегда стараемся дать совет не читайте вы эти комментарии. Вот. Потому что анонимные комментарии в соцсетях, они являются совсем не тем, что люди думают на самом деле другу, без этого достаточно большая дистанция. Вякнуть что-то обидное в комментарии для человека, живущего где-то за 3000 километров от Москвы, ничего не стоит. А ответственности никакой. И не раз и не два мы сталкивались с тем, что тот человек, который вякнул что-то обидное в комментарии, если звезда пошла на контакт и начала с ним разговаривать, моментально меняет окраску своих комментариев. На меня обратили внимание. я готов разговаривать нормально. Поэтому, к сожалению, очень многие гуглят себя и читают комментарии и получают от этого негативные эмоции. Очень зависит от того, как каждый артист выстроил свои комментарии, как он много, плотно общается со зрителями. те, кто читает комментарии, те, кто старается отвечать на комментарии, те имеют гораздо более лояльную аудиторию, гораздо более внимательный и гораздо более содержательный и корректный тон бесед. Но, с другой стороны, мы должны отдавать отчет, что не всякий артист может уделять время на комментарии, зависит от того, действительно, их комментарии исчисляются сотнями, а временно это не у всех есть. Чаще всего мы все, когда мы читаем инстаграм, едем в машине и чего-то ждем или где-то ждем. Когда есть эти периоды ожидания, кто-то отвечает, кто-то считает лучше дистанцироваться и мы говорим свои вещи в своих постах или в своих интервью. Мой финальный вопрос. За что ты любишь свою профессию? За интерес. Потому что каждый новый артист для нас, каждый новый случай, каждая наша задача, интересна. Наверное, это то, чем мы, что является определяющим браться, не браться за проект, когда есть еще интерес. Как именно пиар-агентство, мы еще молодое, мы на рынке три года, потому что я в этой индустрии много лет, но само агентство еще немного, и пока нам каждый новый кейс, за который мы беремся, каждый новый персонаж, с которым мы работаем, он очень-очень интересен. Это, с одной стороны, неблагодарно, с другой стороны, дико благодарно, когда ты можешь оглянуться на тот путь, который прошел, с тем или иным артистом, и порадоваться его, в первую очередь, успехов, и знать, что ты тоже и твоя команда были к ним сопричастны, в этом большая радость и большое удовлетворение. А-вторых, ты работаешь сильно с уникальными людьми, каждый из которых достиг очень больших вершин своей профессии, является уникальным человеком, и это истинный кайф, то, что ты можешь помогать в этом. Спасибо тебе огромное за такую душевную, такую интересную беседу. В гостях у меня был Петро Шекшеев, основатель «Больше чем агентство», человек, который помогает звездам выходить в паблик, поддерживает их и делает все самое лучшее для них. А это была Олеся Бессонова-Стыскина, и мы встретимся с вами через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok